На Украине не теряют надежду вернуть Крым. Соответствующую стратегию президент соседнего государства Владимир Зеленский намерен обсудить с чиновниками Европейского Союза и НАТО. 4 июня он совершит первый зарубежный визит в Брюссель. Об этом сообщила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. Цитата. «Не думайте, что эта администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Во время первого зарубежного визита Зеленского вопрос Крыма будет тоже подниматься», – сказала она в эфире украинского телеканала «Один плюс один». Мендель пообещала обнародовать решение руководства Украины, касающееся Крыма. По ее словам, администрация нового президента хочет быть прозрачной, но не готова говорить о каких-то слухах до принятия решения. «Но Крым – это Украина», – подчеркнула она. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский говорит, что Владимир Зеленский находится в сложном положении. И подобная риторика вполне предсказуема. Ну, о чем говорить в Брюсселе? Сейчас, вообще говоря, никакого смысла разговаривать с этими чиновниками нет, потому что у Юнкера через месяц заканчивается срок пребывания, а у Туска, ну, по-моему, осенью, что ли, или срок заканчивается. Поэтому разговаривать с ними никакого смысла не видит. Ну, не поняту, и это будут все понимать, в том числе, конечно, и в команде Зеленского, что это обычный защитный ход, который защищает Зеленского от нападок партии войны. Ситуацию нашему телеканалу также прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Он считает, что изменения риторики по отношению как к Крыму, так и к Донбассу ждать от новых украинских властей не приходится. Ну, в общем, Украина будет служить определенным таким пушечным мясом во всех аспектах, политическим, военным, финансово-экономическим и других.